Данный видеоролик не рекомендуется никому. Всем здрасте, здрасте, дамы и господа. Что-то я подзатянул с новым видеороликом. Новый видеоролик будет посвящен моему соловыживанию и моему духу авантюризму. Если вы думаете, что я буду одинокого сражаться против клана китайцев, то можете сразу выключать видеоролик. Речь пойдет не об этом. Строить какие-либо дома и защищать свою базу, соответственно, тоже этого не будет. Это будет кратенькая история выживания на моем любимом сервере Vostokrast. Со всеми моими удачами, а также неудачами. Как я понял, авантюрист меня сомнительный. Но забегая немножечко вперед, для меня это было очень весело и интересно. А началось все с одного сомнительного пляжа, где я тут же услышал выстрелы с ревиков. Так как вайп был глобальный и рецептов особо ни у кого не было, и это был не первый день вайпа, звук выстрела от ревика меня приманивал. И я прекрасно понимал, что где-то есть файт, а значит есть рубики. А значит что-то можно свистнуть. Слышу цель, иду к ней, не вижу препятствий. Слышу цель, иду к ней, не вижу препятствий. Слышу цель, иду к ней, не вижу препятствий. Есть blue и б平 он! Не знаю,ова. Хл смерть. Вот так легко и просто, не произведя ни одного выстрела, я уже смайл револьвер Вот это я сильный авантюрист, конечно Ща бицуха через экран польется Ну смайл револьвера, смайл, что бубнить-то? Нужно теперь его изучить И для этого мне подойдет NPC-город Ставим меточку и направляемся туда на всех своих парах Ой, блять, почему их двое вылезло? Как пришел револьвер, так и ушел Повезло, повезло, конечно Спасибо вам, люди добрые, век вас не забуду Благодаря вам я вернулся снова на пляж Ох уж этот проклятый пляж, как же я тебя ненавижу Ну расстраиваться мы сильно не будем, ведь впереди меня ждали очень интересные приключения Как вы уже поняли, наступило утро второго дня В голове крутилась мысль Нужно подниматься с колен И мои ноги привели меня прямиком к супермаркету Где в этот кон перерабатывался какой-то бомжик Не знаю на кой кон мне столько дерева и камня Но кибу я из этого явно не построю Оставлю это здесь, так чтобы было Да гребаные вы охотники, что за дела? Дайте мне уйти спокойно, счастье душе с этого проклятого пляжа Возможно это все карм, но я не уверен Иногда мне улыбалась удача в виде мертвого кабанчика Можно ли это назвать удачей, останется под вопросом Ну наконец-то, слава богу У меня все получилось и я наконец-то покинул данное мероприятие С сомнительного характера, с сомнительными гостями Но я надеюсь бог Раста все это видел, что со мной происходило И что-то мне даст замен Как вы уже поняли, ничего взамен мне пока никто ничего не дал Но по пути в бандиткамп я все-таки нашел немножко ресиков, чтобы переработаться И проверить свою удачу уже на колесе фортуны Как все знают, самая главная валюта в райсте это скраб У кого больше скраба, то ты сильнее Потратить свои бабосики я решил с умом Приобретя все самое необходимое, что нужно в самом начале вайпа Револьвер, патрон, хил и гаражка Гаражка это прям уф Потому что если я поставлю железную дверь на второй день вайпа Есть маленькая вероятность того, что меня местные аборигены вынесут вперед ногами А так как я сильно не хотел заморачиваться с постройкой какой-либо хаты Моем предпочтении был квадрат на квадрат Осталось только немножко суетнуть ресиков для постройки моей задумки Ну как вы уже поняли, только вышел я с бандиткампа Меня уже кто-то хлопнул Сцены содержались эротического характера 18+, где пятая точка какого-то персонажа присаживалась на лицо моему персонажу При этом выкрикивали какие-то непонятные лозунги Поэтому пропустим данный видеофрагмент для зрителей младше 16 лет После того, как меня хлопнули, и благо я раскидал с палки около бандиткампа На мой взор упала какая-то гнилуха Я бы сказал, что это рейд будка И пройти мимо этого я просто не мог Ведь в таких будках всегда есть что поесть А персонаж я очень голодный Вот это удача, вот это повезло, повезло Две пэшки и пайпаны зелёных Уф, вот это я сейчас начну тут нагибать сервер А ещё к тому же белая курица перешла мне дорогу А если данное действие произошло, то это на удачу И на такой высокой ноте, дабы изучить сразу эту пэшечку Я направился прямиком к дороге, чтобы сделать хоть немножко скрапа Для того, чтобы в дальнейшем изучить эту чёртову пэшку И наконец-то дать отпор этим местным гукам и жуликам Которые всю дорогу меня душили Ну и как в это говно играть? Кто-нибудь мне расскажет? И в голове заиграла песня Ну ничего страшного Да ладно, шутки шутками, ребята Но на самом деле дело было достаточно серьёзное Я только что потерял свой единственный шанс на выживание Руки постепенно двигались в направлении Альт-Ф4 Потому что столько тратить личного времени на того, что смотреть, как меня убивают какие-то гуки Я просто больше не мог Если бы не одно «но» На той самой спалке, которая находилась около бандит-кемпа Я услышал примитивные звуки калаша А если кто-то лубит с калаша и при этом слышны немножко разрывные патрончики То это вообще вышка и это самый огромный шанс на выживание Ну собственно туда я и направился А с каждым шагом, приближаясь к данному рейду Мой дух авантюриста заиграл новыми красками Где в голове у меня прокручивались мысли Мысли о том, как кого-нибудь убить и забрать всё самое вкусное Вот это я дал жару Самое главное, а я оказался в нужном месте в нужное время Ловкость рук и никакого мошенничества Пришёл, увидел, победил Вот это я силён, конечно Сам себя не похвалишь, никто не похвалит Одной ходкой всё, конечно, я не смог унести Поэтому мне нужно было срочно возвращаться назад Ведь моё чувство авантюриста не давало мне покоя И мысленно я был в этом доме уже и шмонал ящики Но моя сладкая попа находилась ещё в бандит-кемпе И нужно было быстренько вставать на спалке и бежать пулей назад Потому что кто знает, что меня там ещё ожидает О, блядь 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 и такое бывает. Конечно, тело с берданкой и хазматит должно было чем-то меня насторожить, но я особо не придал этому значения. Я думал, что так оно и было. И если вы думаете, что после того, как меня там кто-то хлопнул, меня это остановило, то вы ошибаетесь. В моих глазах горел огонь, как никогда. Чувство халявы не давало мне спать. Я был как ураган. И на всех парах я просто летел назад в этот дом, чтобы что-нибудь свиснуть. Да, блядь! 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 Да что это за бред, блядь? Ну как? Грация кошки, ловкость картошки. Именно так я подумал об этом персонаже в этом желтом хазмате. Доведу до вашего сведения, в желтом хазмате это не рейдер. Это точно такой же бомжик, как и я. У которого, к сожалению, теперь есть огнестрел. Или был. Но в голову мне прилетела тогда знатника. Но меня это особо не остановило, потому что я знал, что кто ищет, тот всегда найдет. Дальше. Джигарли. С identィ aos вопросом. Чтобы яарен Bass думал, что thrumяк заряж θ Oops. Продолжение следует... Продолжение следует... Построить свою бичевальню, чем я, собственно, в ближайшее время и занялся. Продолжение следует... Я услышал, как кто-то рейдит кибитку. Взяв опасное оружие, я направился прямиком туда. Уходим нахуй. Такими нехитрыми манипуляциями в моем инвентаре появились две берданки, разрывные патроны и фуллсет. Вот это поперла движуха. Скинув абсолютно все дома, я решил посмотреть, что же все-таки рейдил этот чувачок. Взяв с собой любимую двушку, я вернулся назад. В итоге я понял, что с двушкой там далеко ничего не решить. И в ход пошла пэшка. И все бы ничего, но есть одно но. У рейдера, который рейдил эту кибитку, был компаньон, или напарник, там как вам удобнее, который обосрал мне всю малину. Но на самом деле я его слышал, прекрасно слышал. Но не придал этому значения, потому что почему-то я думал, что это бомжик. Да блядь, я только калаш забрал, сука! Ну что, что смогли унести, то унесли. Больше там ловить походу уже нечего было. Или было что, но все были какие-то агрессивно настроены, и игра у меня, собственно, не летела. И чтобы хоть как-то скрасить мое одиночество, я взял с собой помповик на зеленых патрончиках и пошел искать себе новую жертву. Три хита, нахуй. Ну скажи, что ты, блядь, жив. Смотри, я ебану, лежать. Все, теперь все равно хочу. Вы просто посмотрите на моего персонажа. Прям чувствуется дух авантюриста. Так, что-то мы отвлеклись от темы авантюристов. Пока я бегал и флексил по всей карте, я слышал, как у космодрома что-то кто-то бахает. Причем бахали достаточно жестко. И я был бы не я, если бы я просто пропустил это мимо своих ушей. И как только я добрался до места взрывов, ко мне навстречу вылез жилец данного дома. И как вы думаете, кого это же пронесли так рано утром? Моих многоуважаемых друзей. Якутэ. Ну и, соответственно, Леху вместе с ними. Кто такой Леха? Леха это мой тиммейт, он же Джеб. И играет он с якутами уже очень давно. Так почему же мой тиммейт играет с якутами? Все просто. У нас нет ни времени, ни сил играть в фулл составом, в фулл кланом. Ну и не буду скрывать, нервишки у меня вообще сейчас шалят. И срываюсь я на своих тиммейтах, уф, как часто. И не каждый может это выдержать. Мои соболезнования. И с данным товарищем у нас сложился очень интересный диалог. Здорово. Привет. Здорово, здорово. Вас что, пронесли, что ли? А я слышал взрывы часа два назад, короче, тут бабахали. Два-три, короче. Я думаю, блядь, ну, я соло снимаю, понял. Думал, блядь, быстренько пойти посмотреть, что у вас тут есть. Мне, блядь, верстак нужен, нахуй. Верстак найти не могу, нахуй. Да, фулл за уруинили хату. Пиздец. Обидненько. Что, у вас есть, что спиздить? Нету ничего. Ну, ладно, ладно, тоже. Давайте. Так у вас же нычка, слышишь, нахуй. Что вы, блядь? Нычку тоже взорвали? Нычки нет, как у нас. А вы не делали, что ли? Нет. Понял. Что, вы камбэк... Вы камбэк... 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 Камбэкать будете? Камбэк... 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 Я решил облазить все предлегающие гнилухи, дабы найти этот чертов верстак, который мне уже так долго нужен. И на мой взор упала эта гнилуха. И в которой определенно, как мне тогда казалось, там что-то есть. К большому сожалению или разочарованию, но пристройку к этой странной гнилухе я так и не смог поставить. Мне срочно нужна была лестница, либо ледоруб, либо еще хоть что-то, чтобы я мог выберить эту стенку, ведь хп у нее было очень мало. И пока я бегал и искал что-нибудь похожее по окрестностям, на мой взор упало два бомжа, которыми я сначала хотел договориться, но что-то пошло не по плану. И сюда. Да пошел ты, нахуй. Ух, ебать. Ну что, бля, не понулись, нахуй. Ох, топор есть. Так. И вот наступил тот самый момент. Первый незабываемый рейд. А сколько там будет лута? Закачайтесь. Ебой. Теперь мне надо понять, как мне туда забраться. Ох. Продолжение следует... 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 Как только наступила ночь, кто-то сбил боевой вертолёт. И не посетить данное мероприятие я просто не мог. Поэтому единственное, что я смог сделать, это ворваться с двух ног. И бедный калашист был абсолютно не рад этому. Блядь, посидеть, подождать, в крысу нахуй, коптер забрать. Ух, ебать тут народу. Да не, я пойду пизиться. Попробую чё-нибудь отчепучить нахуй. Ищу. С томиком? Ну я вижу, типа уже. На свижение, блядь, фулсет, я с калашом. Я ему сейчас спину прям зайду. Если получится. Стояние. Стояние. Играет музыка Теперь просто бежим нахуй сюда И утро наступает Просто бежим Вот таким нехитрым способом у меня появился уже калашик Использовать я конечно его не стал Как-то реализовывать на местных бичах Показывать им свою доминацию Я просто решил его изучить Чтобы в дальнейшем если какой-то калашик я выбью Я смог его хотя бы починить И скажу я вам это было абсолютно не зря Так как 80% всех игроков Которые играли на данный момент на сервере Калашик могли понюхать только во сне А так как я жил около бандит кемпа Про калаши там просто слагали только легенды После того как я изучил калашик И заглянув в свои ящички я понял Что у меня есть лишний топляк А лишний топляк он не бывает лишнего Нужно реализовать правильно И так как всю дорогу я бегал один Мой добродушный соседушка Решил составить мне компанию Ну и вы сильно меня не ругайте Это будет ненадолго Он убегает он у хату бежит Я прям сейчас на него выйду А нету хату забежал У хата деревянная хата деревянная Блин Блин А это железная А нет деревянная Или железная Это железная Понял Не там да Пиздец Блин 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 Смотри Иди сюда Ну пиздец дядь Можно было нормально блять Смотри Смотри Выбирай Либо вот Либо вот Отходи Вот тут встал Сразу туда же бегаешь А! 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 Меня положили Положили? Живой? А! Я фул дед Я до тебя бегу Типа Ему очень больно Типу да А ты убил его? Нет? Нет Блин Ахуёво Что она сейчас отпиздит? Я дверь снес нахуй Понял нахуй Просто поживи там Сними Сними Выше тигурон нахуй режет Да Я снял Наверху Наверху Тип Он в белом сете Хорош Маш Маш Я бегу лутаться А меня суто А нет Сними А! 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 хорошо, сиди, нормально, я живой, я откидюсь фул тип бля, меня закрыли шкаф нечем сломать тебе? да, только нечем у меня тип прикладил а у тебя полсетчик был? ну, не полсет, просто нечем а, окей у тебя полсетчик нечем ты у меня под хаты? нет нечем о, ёку крафтеры у меня есть эти зажигники шкаф все у нас у меня тут народу просто пизда, дядя, чтоб ты понимал а, я слышал, нет, что кто уолна software получилось у-о-о-о-о-о-о-о-о, дядя Очень много, очень много. Один у меня дома, один у меня дома, другой в этом камене. В камене. Один вот тут в моем доме могу открыть. А не в твоем. Ты слышишь? Тут очень много. Он в шкаф поставил. Бля. Это плохо. А куда он в шкаф поставил? Очковь не со всех щелей лезут. Блядь, я скрафтил дверь. О, нашел. А ты выйти не можешь, да? Ничего не можешь. Я еще с темпу вам могу переглядить. У меня два фреза как раз есть. Все, я с темпу 2 начнем. Он под процедуром. Нормально так. Он мне орет в офен-садуру. Чего у тебя там? Ну, короче, каким-то таким нехитрым макаром мы все-таки что-то дозарейдили. Сомнительный рейд, конечно, получился. А так как у меня отсутствует полностью ресурс вспомогательный, а именно серая, металл, какая-то взрыва, сишки, ракеты, ничего этого нет. Это была моя единственная возможность, чтобы хоть как-то окупиться. Маленькие фанаты Раста сильно на меня злобу не держите. Просто так получилось, так вышло. Никто в этом не виноват. А вам нужно было закрывать двери за собой. Но кто-то теряет, а кто-то приобретает. Ну что же, вот и пришло это времечко. Сейчас мы с вами немножечко пошалим. Ну или хотя бы попробуем. А план таков. Залетаем на вышку рувкемперов. Сносим им все турели нахрен. Быстренько лутаем все ящички, которые стоят внизу. И на этой высокой ноте убываем с ихней территории. План был настолько идеален и настолько продуманный, что ни хрена у меня из этого просто не вышло. Но это я забежал немножечко вперед. И что могло пойти не так, спросите вы. Блять, включены. Да ну нахуй. Я же сотрел, были выключены. Ладно, быстренько расскажу в чем прикол. Слышите мой недовольный голос. А дело все в том, что их электрик как-то там накосячил. И турели выключались с периодичностью. И как именно они работали я до сих пор не понял. Сначала был вариант такой. Быстренько прилетаем к ним на территорию. И каким-нибудь ледорубиком врубаем все нахер турели. Ну как только я поднялся уже на крышу и был на этой вышке. Турели магическим образом опять включились. Поэтому я так подумал и решил, что расстрелять эти турели с лука на зажигательных стрелах будет просто идеальнейше. Ну так как я это я, все пошло через жопу. Ну, с богом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... и долбайок пожалуйста встань нахуй о боже какой я дебил просто редкостный блять как вы уже поняли третья была попытка короны она же блять похоронная но двигался на такой жесткой уверенности то мне уже казалось что мой план вот-вот реализуется и запрыгнув на крышу я быстренько разломаю все турели спущусь вниз и залутая свое бренное тело ну что могло пойти не так вот 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 Играет музыка. Пожалуйста, живи. Да сука, блядь, ну что за, ну что за, вот что это за хуйня, просто объясните мне, блядь, кто-нибудь нахуй, ну просто, блядь, не прет, блядь, ну это пиздец, блядь. Верхи лоп еще, блядь, нету, ну это пиздец, да, совершенно. Как нахуй, блядь. Короче, я так и не понял, каким образом работали эти турели. У меня, конечно, была мысль, что там стоит где-то датчик, но что-то у меня вызывало сомнение. И хотя бы хоть что-то сделать полезное, я решил быстренько слутать космос. И открыв элитки, я был приятно удивлен. Блядь, столько времени, первый раз лутаю, блядь, космо нахуй. С двумя калашами, блядь, бать прикол. Добежав до дома, я услышал, как кто-то бахает танк. А после этих гребаных турелей мне нужно было где-то выпустить пар. Взяв с собой Томик и Хазмат, я ревинулся в бой. Томик и Хазмат. Теперь бежим нахуй отсюда. Иди нахуй. Ну как-то такими вот авантюрами с этого сраного ревика я дошел до топового пулика. Где-то были смешные моменты, а где-то не очень. Где-то грустно, а где-то весело. Но это рисовая вселенная, и все мы немножко авантюристы в той или иной сфере. А ролик подошел к концу, подписывайтесь, ставьте лайки. А с вами был Оксиген, всех обнял, приподнял и зарейдил. Тише, тише, не расходитесь далеко. По моему промокоду Оксиген вы можете получить 75 рублей на счет в магазине. В этом игровом магазине вы можете приобрести какие-то либо ресурсики, которые вы не можете достать в той или иной ситуации. Промокод и ссылка на магазин останется в описании. До свидания.